Я хорошо знаю, почему вы здесь, потому что вам, так же как и мне, очень приятно прохождение в Final Fantasy 4. Ну что же, давайте продолжать. Продолжение следует... Я просто чуть не положил свою голову на гильотину, узнав, что здесь, вот в этих кустах, я пропустил гицельскую зелень. Ну вот можно было без нее на 100% пройти. Хорошо, что я ее здесь встретил. Теперь мы ее забрали. Можем выходить. Также, друзья, некоторые из вас, за что, опять же, вам спасибо, написали мне о вот этих двух оружиях, которые можно добыть, будет еще в игре. Я просил это сделать в предыдущей серии. Где наша зелень гицельская? А именно два оружия. Одно из них сейчас есть в монстре Лилит. Это жезл Лилит. Друзья, ну спасибо, я теперь знаю, что его еще можно будет добыть. И второе оружие, которое также редкое, оно в кукольнике. Рунический посох. Все остальные мы выбили, в том числе каменный меч, который сейчас надет у Сесила. Покажу сейчас, как Роза ведет себя с луком. И я все-таки думаю, что нужно будет лук с нее снять, потому что она все-таки у нас белый маг. Пусть она не носит в руках это оружие, а возьмет посох. И мне кажется, он даже ей больше будет подходить. Резкость из сила удара ногой фабульского монаха, она не оставляет шансов ни единому противнику. Да, я хотел показать, собственно, как лук работает. Но Янг просто рвался в бой. С утра еще у него не было разминки. Сейчас он ее провел в этом бою. Давайте посмотрим, как стреляет Роза. Ничего особенного, друзья, урон совсем маленький. Есть вот прицельная атака, я ее не пробовал. Попробуем сначала прицельную. Интересно, что Кейн может прыгать даже с мечом. Я думал, он может прыгать только с копьем. Вот и все. Подлечи нас. Немножко поцарапали. А мы еще Розой выстрелим. Обычная атака, не прицельной. Обычная атака нанесла еще больше, чем прицельная. Но, как видим, лук недостаточно эффективен. Может быть, потом будет какой-то хороший лук и хорошие стрелы. Все это посмотрим. А пока я хочу снять с нее этот лук. Может, на мифриловый посох и исцеляющий какой-то ей. Давайте поденем пока мифриловый. И я хотел поставить Кейну все-таки копье, потому что у нас Сестил уже ходит с мечом. Будем высасывать здоровье из цели кровавым копьем. Посмотрим, как оно будет работать. Несмотря на то, что очень сильно оно снизило все характеристики. Ну что же, мысли героев. Что нам делать дальше, друзья? Сестил думает, подземный мир. Но как мы попадем туда? И подумать не могла, что под нашими ногами простирается целый мир. Роза даже не знала об этом мире. Где-то я об этом слышал. Забыл имя. Ага. Темные кристаллы покоятся под землей. Голбис, однажды отплачу тебе сполна. Кейн, похоже, раскаивается. Это очень хорошо. И он сожалеет о том, что он сделал, в том числе, когда был движим неправильными мотивами. К Розе. Пытаясь завоевать его расположение неправильным способом. Все же он извинился. И наши герои благородно его простили. Однако теперь ему тяжело, наверное, будет с этим жить еще долгое время. Посмотрим, как будет озвучиваться событие. Здесь, друзья, хотел вам показать ту самую пещеру. Которую говорил. Не помню, делал ли я это. Но вот смотрите, пещера здесь затоплена. И когда подходим, Сесил говорит, что течение сильное. Дальше пройти нельзя. Я, когда все пещеры обходил, в очередной раз на поиск там, на предмет поиска новых секретных предметов, вот, обнаружил это. Делюсь с вами, чтобы вы знали о Final Fantasy IV. Абсолютно все. Итак, мы получили камень магмы. Как и было у меня предположение, возможно, его нужно использовать в том колодце, который не имеет дна. Тем более, речь идет о подземном мире. Теперь летим в Агарт. Давайте проведем несколько сражений до первого левела наших героев. Мы помним, что здесь у Агарта обитают достаточно сильные монстры. Я поэтому хочу сейчас несколько боев сделать. Это будет удар ногой. Это будет смертельный удар ногой. Сесил, ну че ты лезешь? Ну вот, в контратаке это хорошо. Да, у нас есть еще много, друзья, дополнительных навыков, которые мы можем выучить. Как Адрис, Мозгодер и Гоблин это, видимо, будет учить Риде. Еще есть вспоминания от Теллы. Или Теллах, как мы его называли. И уже распривыкли, давайте будем так. Так, цунами, проклятие, бардерская песня. Я думал выучить проклятие Кейну, тем более, что он сейчас не может быть хорошим дамагером. Но ему надо как-то помогать. Поскольку Роза лучше будет себя чувствовать в качестве члена, который будет лечить партию нашу, да? То вот Кейн, учитывая, что у него есть всего лишь один навык прыжок и все, как раз делать проклятие сможет и будет в этом полезен. Единственное, что у него мало очков маны. Но я думаю, что с Ростом они будут у него увеличиваться. Хотя, неизвестно, вот у Янга тоже их мало. Итак, Кейн. Темным рыцарем у нас был Сесил. Он стал паладином. Такие навыки для него больше не приемлемы. Не думаю, что Сесилу еще раз хочется прикасаться со всем этим. Поэтому сейчас мы изучаем, изучим навык проклятия Кейну. Надеюсь, он не погибнет. Что сделать здесь? Кармиглион. Давайте поставим ему его сюда. Нельзя поставить. Да, вместо. Вот, может, а вместо предметов, к сожалению, нельзя. Ну что же, ладно, оставим прыжок здесь. Все-таки, наверное, он будет чаще использоваться. А проклятие здесь. 40 маны и ухудшают все навыки врага на 20%. Да, я посмотрел, кстати, друзья, что дает вот этот предмет. Бардовская песня. Он дает все бардовские песни, которые были у Эдварда. Неужели он больше к нам не присоединится? Давайте до следующего уровня, как хотели здесь. Мне нравится скорость Янга, его шкала Active Time Battle заполняется просто очень быстро. Вообще классный, классный персонаж. Все хотели получить контратаку от Сесила. К сожалению, один из стальных зверей промахнулся. Поэтому получил атаку от Янга. И вот наша роза повышает уровень. Так, стройненько, красиво и скромно. Она смотрится на фоне нашей партии. 31 уровень розы. И доступно новое заклинание Кюрага. Но она того стоила. Кстати говоря, розу повысила еще на несколько уровней. И у нее еще появилось заклинание Берсеркера. Вот, Берсерк. Ну, раз ты взяла Кюрагу, то использовать ее пока не будем. Вот здесь, конечно, этот ящер опасен. Но, не знаю, если он сейчас сожгет дотла. Не сожжет. Потому что Сесил порубал его в капусту просто. Вам тоже нравится танец, который розы исполняют в конце боя? Ну что же, к цели, друзья. Вперед! Давайте еще раз зайдем в магазин. Посмотрим на наши запасы. Перед тем, как туда отправляться. Ага, тут я так понял, все вместе. Все отлично. Все отлично, значит, мы готовы. Двигаемся дальше. Вообще, конечно, люблю такие вещи, как колодец без дна, например. Или океан без дна. Кажется, у этого колодца и правда нет дна. Нам нужен наш камень магмы. Что это? Он светится. Да и поглядеть. Странно, он нагревается. Ай-ай! Ай-ай-ай-ай-ай-ай! Что такое творится? Ничего себе. Маленький камушек вызвал сумасшедшее... землетрясение и выброс магмы. Образовав огромный кратер в горах над Агартом. Я успел заскриншотить выражение лица Сида. Нечто подобное ощутил я, когда видел это все. Только что горы просто ушли под землю. А ты так спокойно говоришь, что это колодец без дна? Ты серьезен? Кажется, друзья, мы открыли вход в подземный мир. И это так здорово, если это так. Так, подождите, дайте, дайте мне управлять. Энтерпрайз летит куда-то под четко заданному курсу. Мы в подземном мире. Целый мир, еще целый мир открыт для нас в Final Fantasy 4. Это Красные крылья. Что здесь делают красные крылья? Они атакуют. Атакуют наземную технику. Но чья она? Кажется, мы несколько опоздали. Но с кем они сражаются? Держитесь, нам надо прорваться через них. Наши герои укрылись на... На палубе Энтерпрайза. Давай, Энтерпрайз, знаю, тебе досталось. Продержи все чуть-чуть, ради меня. Ого! Мы, мы падаем! Сесил. Роза. Все целы. Все, кроме моего бедного корабля. Он больше никуда не полетит, не в состоянии. Придется нам тогда идти пешком. Ну, раз уж мы здесь, хорошо, что мы успели взять гитцальскую зелень. Я не знаю, вернемся ли мы еще наверх. Конечно, думаю, что вернемся. И мы видим ближайшую крепость. Но, конечно же, очень-очень интересно исследовать окрестности подземного мира с раскаленной лавой. Это те же самые черные ящеры, что были с зверем огненным. Но почему они здесь как-то немного по-другому повернуты? Мы решили повернуться, чтобы мы лучше рассмотрели их личико. Это очень мило. А, друзья, как я рад. Целый подземный мир, и он наш. Сколько секретов стоит в себе подземный мир Final Fantasy 4. Как много городов мы встретим здесь. С какими опасностями столкнутся наши герои? Будем узнавать вместе. В этом прохождении на Виртуозила Game World. Кейн получает уровень. А мы исследуем окрестности. Новый тип монстров. Ну что же, Сид. Твое время производить оценку. Броненосцы. Это броненосцы, друзья. Но броня броненосца оказывалась слишком слаба. Под сокрушительным ударом холодного каменного меча Сесила его мускулистой и твердой рукой паладина. Ну и конечно же, как всегда. В играх серии Final Fantasy музыку, для которых писал еще один новый монстр. Новую имацу. Музыка в подземном мире просто услаждает наш слух. Нужно дождаться красного спрещения. Очень хорошо здесь прибавляется опыт, друзья. Вот Сесил получает 77 уровень, а с ним увеличение многих характеристик. И Роза вместе с ним 32. Ей доступно заклинание мини. И Роза растет просто вместе одновременно со своим благоверным. Благоверным. Это здорово, это правильно, когда... Между парой, между двумя, все происходит сообща. И все для них общее. Даже рост уровней. Примечательно, что показали вначале уровень Сесила, а потом Розы. И как будто они уже являются парой. Она за мужем, идет вслед за ним, но не отстает в достижениях от Сесила. Снова черепаха. Двух новых монстров мы здесь встретили. Может попадется еще кто-то. И нам по-прежнему щедро отцепают эти мифриловые щиты сверху кратер. Из которого брызгнула лава на поверхность. И над которым мы сюда опустились. Прокачав так наших героев, даже несколько утомляет лечить постоянно Кейна и Розу. Но Сесил всегда готов помочь товарищам. Тем более, что скоро они тоже подрастут. Что же думают наши герои? Такая жара! Нужно найти прокладное укрытие. Это жара невыносима. Нам нужно скорее найти укрытие. Жди нас здесь, Энтерпрайз. Мы вернемся, обещаю. Враг уже здесь. С Роза все будет в порядке. Внизу жарко, как в печи. Подземный мир, настоящая доменная печь. Но мы выстоим, друзья. И обязательно изучим его на 100%. Какая же быстрая скорость атаки у этих броненосцев. Они прям первые всегда лупят. Здесь также тупик. Лишь пустоши с раскаленной породой. Пока ничего примечательного. Но это еще не вечер. А не стоит ли у меня максимальная скорость боя, друзья? О! Смотрите, мы получаем еще один каменный клинок. Вероятность которого очень мала. Как-то все так быстро. Давайте посмотрим. Я просто всегда ставлю... Ну, конечно, скорость боя единица, она по умолчанию стоит 4. Я всегда ставлю единицу, когда прокачиваюсь. Или вот когда выгвал каменный клинок. Изрубали черепаху бедную. Даже роза. Даже роза смогла образовать трещину на ее непробиваемом панцире. И получает розорассеивание. Классно, когда персонаж с каждым уровнем получает новую способность. Если у розы так будет до конца, а я буду только за. Вот. Теперь нормальный ход событий по наполнению шкалы Active Time Battle. Можно успевать реагировать. Расположение героев неправильно. Кейн с розой стоят впереди. Нужно исправить это. Сейчас, друзья, исправим. Кейн получает уровень. Так, команда. Строение команды. Вот. Вот так вот будет верно. Ну что же. Все, что было нам доступно, мы исследовали. И можем зайти только в эту крепость, подойдя к которой мы сразу на входе сталкиваемся с... с противником. Черные ящеры загораживали путь в крепость. Янг справился с ними без особых трудностей. И вся наша группа из пяти героев направляется к воротам загадочного замка. Замок гномов. Большой. Вот это вот музыка. Настоящий подземно-горный марш крепкого подземного народца гномов. Лал-Лихо. Замок. Это замок гномов. Здесь правит Кинг Гиот. Лал-Лихо напоминает нам Рал-Лихо из девятой части Final Fantasy. Эти встречающиеся параллели Final Fantasy никогда не злят, никогда не приедаются, напротив вызывают умиление. Почему так? Почему на это способен только Square Enix? Голбис подлый и гнусный человек, но вас я не считаю подлыми и гнусными людьми. Вам лучше пойти и показаться королю Гиоту. Ну, гномы весьма доброжелательно относятся к нам. Мне это очень приятно, это побуждает и нас доброжелательно относиться к ним. О, тут даже есть девушки-гномы. Лал-Лихо. Рад, что вы пережили то падение. Гномы видели, что мы потерпели воздушные кораблекрушения. Здравствуйте, меня зовут Люса, наверное, да? Или Люка. Я потеряла кукол, вы их не видели? Какое-то секретное задание. Поищем кукол, друзья. Лал-Лихо. Традиционное приветствие гномов. Скажи вместе со мной. Раз, два, три. Лал-Лихо. Это очень важная комната, вам туда нельзя. Я очень хочу в очень важную комнату. Вы пришли поговорить с королем Гиот? Я пришел, чтобы важную комнату посетить. Изделия гномов очень сложные. Интересно, поймете ли вы, люди, как ими пользоваться? Конечно же, мы ходим под стенками. Это очень важная комната, вам туда нельзя. Ищем секреты, друзья. В этом крыле замка у нас и гостиница, и магазин в одном флаконе. Это очень важная комната, вам туда нельзя. Когда в замке важных комнат больше, чем не важных, это очень интересно. Значит, какой-то важный замок. Так, что это такое? Здесь мы находим 5000 золотых. Это хорошая круглая сумма. Обратите внимание, где она была спрятана. Одна ночь у нас стоит 600 золотых. Останетесь? Нет, пока нам это не нужно. Сейчас мы сначала посетим торговцев. Докупить гидсальской зелени побольше. Осколок бомбы уравняем. Гнев зевца у нас хорошее ровное число. Ветер уравняем. Бестиарий. Тоже надо его уже докупить. Пусть будет. Гном и хлеб. Но не купить у гномов хлеба это даже как-то невежливо. Как будто выглядит как пренебрежение к их традициям и радушному приему. Так что купим у них хлеба. Хорошо закупившись и съев горбушку твердого хрустящего ароматного свежевыпеченного гномевого хлеба наши друзья отправились на отдых в подземном замке гномов. Хорошо отдохнув и приведя себя в порядок после падения интерпрайса группа наших героев теперь готова в достойном виде к аудиенции с королем этого замка. Еще раз посмотрю по углам нет чего ли. и убедившись что все мы осмотрели я двигаюсь в следующую комнату и мы в тронном зале. Гноми король ого так вы пережили крушение простите ваше величество как вас зовут я живот король гномов и правитель подземного мира ваше величество темные кристаллы они в самом деле здесь под землей значит вот зачем вы пожаловали но у вас тут похоже нет друзей судя по недружелюбному приему приношу свои извинения мы чуть было сами не сбили ваш корабль кристаллы в безопасности хотелось бы сказать что да но два из четырех захвачены чужаками значит мы опоздали кристалл этого замка в безопасности наш танковый батальон отбил вражескую атаку значит это ваши танки сражались с летучими кораблями летучими кораблями похоже в надземном мире много удивительных вещей нашим танкам давно нет равных на поле боя но даже им не легко противостоять атакам с воздуха голбис по прежнему коварно используют флот часть флота красных крыльев для того чтобы сеять хаос не только на земле но уже и под землей думаю вы не согласитесь одолжить нам свой летучий корабль для участия в обороне он сильно пострадал когда нам пришлось приземлиться без ремонта не полетит буду рад предоставить вам все необходимые материалы тогда я его подчиню и он еще покажет себя вот только он не рассчитан на жар магмы придется сперва слетать в наземный мир и обшить его мефрилом пора за работу сит долой слезные прощания я просто немножко доработаю конструкцию а вы ребята ждите здесь вернусь прежде чем вы к вам не заскучаете сит будь осторожен о только еще и в меня не влюбляйся роза сит лучший просто лучший брутальный мужик ваше величество а где кристалл этого замка в надежном месте в скрытой комнате за моим троном давайте ответим нашему подписчику уверяю вас пока я жив наш кристалл в безопасности приятное друзья когда записываешь для вас часть и уже получаешь от вас сообщение в данном случае писал один из подписчиков матч с которым мы начали прохождение сейчас Виктора Врана после финалки пожалуйста подите посмотрите что такое Янг кто-то подслушивает что тут нет никого кроме нас за той стеной кто-то есть открой дверь есть Лалли и что же здесь кристальный зал кто-то похитил кристалл опять дверь наглухо заперта и хо-хо что это такое куклы какие-то зомбо демонические куклы я таких кукол очень не люблю обычно они либо взрываются либо приносят другие неприятности мы колкабрины прелестные куклы ужасные куклы вы безмозлые болваны врывайтесь в чужие залы мы перережем ваши веревочки владыка голбис будет доволен и хо-хо но как как куклы голбиса попали сюда интересным хватит удара ногой неплохо давайте друзья сделаем что-то полезное из белой магии например замедление на всех куклы объединяются в одну и вот он босс сразу попадает под замедление отлично так предметы давайте используем бестиарий какая ужасная кукла она мне напомнила детей уродов в анатомических музеях и вызывает самые отвратительные чувства как будто мертвый ребенок наши герои быстро с ней справляются и получаем и получаем много опыта и ачивмент дефитит колкабрина они нас победили с нами все кончено но теперь он знает где кристалл скоро он придет чтобы отомстить владыка голбис кто эти куклы которых создал голбис и он ли их создал что вот мы и снова встретились голбис по-моему нам пора свести счеты какая жалость что на этот раз у тебя нет никого с метеором но сначала я скажу зачем мне кристаллы это награда за твою малую победу всего есть 8 кристаллов света и тьмы голбис так уверен в том что он сейчас покончит с нашими героями что его самоуверенность побуждает его раскрыть информацию которая возможно не нужна была сейчас нашим героям если смотреть с его точки зрения вместе они образуют ключ для восстановления вавилонской башни открывающий путь на луну луна будет еще новый мир на луне таится столь великая сила что человек ее даже представить себе не может это седьмой кристалл остается еще один и путь наконец-то будет открыт конечно же многое стало возможным благодаря тебе помощь должна быть вознаграждена возьми это мой последний дар снова бой с голбисом наши четыре героя ничто не может нас отвлекать во время твои глаза должны еще служить тебе во время прохождения файнал фэнтези на сто процентов открой их и взгляни на истинный ужас приди мое творение твари тени я хочу просканировать твари с тени прощай сесил дыхание света что это кто сделал это только что эй долон мой дракон повержен клочком тумана все в порядке можешь пошевелиться этот голос сдвиг барьерок ридия ридия здесь друзья вот это неожиданность поднимаем ридия дорогая что что ты можешь делать я уже не помню давай проделай био неожиданность неожиданность иожиданность идолонов только не из янга эх но он все равно выживает и носят страшный урон голбизу ридия заметно повзрослела друзья дыхание стрелок голбеза отвратительно серьезно будем продолжать в том же духе нам нужно обязательно оживить всю группу для того чтобы все получили опыт если он будет давайте выпьем зелье силы янгу так сейчас все встали чтобы попасть под первую попавшуюся тандару и на этом все закончится кюрага у тебя была кюрага отлично роза используют кюрагу и лечит всю группу почти на тысячу жизней ухты прибавляет своей атакой жизни давай тогда сессил лечи всех как доблестный паладин гол без этого не может быть даже с вкачанными персонажами друзья ощущалось такая некоторая напряженность в этом бою но зато все получили по 8000 щепота и роза повысила уровень у нас у нас получилось мы его сокрушили но при помощи кого при помощи той милой девочки из деревни мист ридия ты нас всех спасла но что с тобой случилось когда на нас напали левиафан поглотил меня не перенес в страну эйдолонов страну эйдолонов феймарк так она называется пожив среди них я с ними подружилась теперь я не могу использовать белую магию зато лучше владею черной призыванием правда феймарк и время идет иначе так вот почему ты так повзрослела сессил кто она это ридия из миста города которого вы раз который вы разрушили то дитя вот это сюрприз ридия стала прекрасной и красивой девушкой и спасла всю нашу группу настоящая героиня но почему ты спасла нас если не ради нас или твоей матери не говори ничего как сказал мне королева эйдолонов сейчас поворачивается великое колесо судьбы она говорит что мы должны продержаться и что нам нужно быть вместе ридия спасибо ридия снова с нами друзья как долго мы ждали этой встречи кто бы мог подумать что-то крошечка маленькая которая была с нами поможет нам сокрушить голуби за негодяяя который хочет уничтожить может даже не уничтожить но поколебать просто мироздание смерть не имеет над власти надо мной кристалл простите голубис ушел и унес кристалл похоже никто из нас не мог этого предотвратить теперь остался один кристалл защитить его любой ценой а где спрятан последний в запечатанной пещере на юго-западе голубис туда и направился но не бойтесь пещера заперта и без ключа в нее не войти еще я хочу попросить вас об одолжении это мы виноваты в том что пропал кристалл если мы можем чем-то помочь что мы обязательно поможем голубис направляется к запечатанной пещере для нас это удобный момент чтобы взять верх он ищет последний кристалл а вы проберитесь в вавилонскую башню и заберите другие семь вавилонскую башню предлагаете вломиться прямо во вражескую крепость да наши танки отвлекут врага они сосредоточат внимание на нас а вы тем временем проберитесь в башню и заберите кристаллы если ждать голубиса упустим шанс что ж неплохой план что скажете о том чтобы пойти в цитель врага конечно же это опасное предприятие но кто не рискует тот не побеждает король живет прав нам надо действовать сейчас пока голубис или пока нет голубиса или все будет потеряно хорошо поступим так как ты хочешь отлично в подвале замка есть вход в туннель ведущий к подножью башни да чуть не забыл возьми с собой это получено улучшение огонь на себя отправляйтесь сразу как будете готовы желаю удачи здорово улучшение давайте посмотрим что это за улучшение дает навык огонь на себя ну что же чтобы посмотреть что это за навык а также поговорить со всеми жителями я хочу сначала выйти и сохраниться и что дает навык друзья огонь на себя и что думают все жители этой крепости у нас есть среди это просто супер мы с вами узнаем в следующей части приходите до встречи ну 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 вы ну с